Здравствуйте! Лето в самом разгаре. Многие задают себе вопрос, как провести летние теплые выходные. Сергей Опасадский, историко-художественный музей, на два ближайших месяца приготовил целую программу выходного дня. И об этом мы сегодня говорим со Светланой Левицкой, заведующей отделом Центра гуманитарных программ нашего историко-художественного музея-заповедника. Светлана, добрый день! Здравствуйте! Итак, действительно, летом, выходные, не все его проводят на даче, многие ищут интеллектуального отдыха, и, наверное, музей это может предложить. Что вы придумали за программу по выходным дням? Хотелось бы, чтобы сочетание летний отдых не было никогда связано со словом скука. Вот мы об этом всё время думаем, и поэтому мы решили, что в музее каждый выходной должен превратиться в такое какое-то необычное событие. Ну, прежде всего, мы решили для детей открыть свой летний лагерь. Прямо лагерь? Да, лагерь. Ну, пускай он без ночёвок, не такой длинный, как до 7 или до 8 вечера, но с 10 утра до 2 часов дня дети находятся на территории музея, как в таком своеобразном лагере. Хорошо. А какой возраст можно приводить ребят? В основном мы, конечно, предлагаем тех, кто закончил первый класс или идёт в первый класс, это от 6 до 10, до 11 лет. Небольшие группы, 10 человек мы собираемся на неделю, на 5 рабочих дней, там, со вторника по субботу, и проводим летние дни в музее. Летние каникулы в музее, можно сказать, да? Можно так считать, что это такой своеобразный маленький отдых в музее. Хорошо. А чем будете детей там занимать? То есть вот первая смена у нас начинается на следующей неделе, их будет 2 в этом году. То есть мы решили, что очень удобно... А это первый опыт такой, да, музей, вот именно лагерей? Нет, это уже не первый год, третий год мы пробуем. То есть когда-то мы делали несколько смен за один месяц, когда-то одну смену. В этом году решили, что очень удобно будет это начало июля, то есть когда закончатся вот такие школьные лагеря, ещё не все уехали отдыхать. И второе удобное время, это август, когда все возвращаются. Вроде ты ещё не идёшь в школу, но уже и отдыхать надо как бы менять немножко такой отдых. Поэтому первая смена это будет с 3 по 7 июля. Называется она неделя большой игры. Мы приглашаем сюда тех, кто станет участниками нашего лагеря, играть вместе с музеем. То есть попробовать себя в качестве таких поисковиков или игроманов, которые о поле действия этой игры, это станет весь музей. А вторая смена это уже с 14 августа по 18 августа. Называется она «На поиске утраченных артефактов». То есть весь музей это такие старинные вещи, артефакты. И вот мы предполагаем их зашифровать, попробовать как-то виртуально спрятать. А те, кто станут участниками лагеря, должны их обнаружить. Хорошо, это как бы детская программа. А программа для людей, которые вышли из школьного возраста, это именно программа выходного дня, о том, о чём мы с вами начали говорить. И так вот какие интересные темы для выходных вы придумываете? То есть получается, как бы выходные не всегда, да? Или мы даже если приезжаем сюда на дачу, мы на выходные хотим выбраться в город. Вот мы предлагаем провести необыкновенные выходные в музее. И такие ближайшие, ну, большие выходные это будет 7 июля. А вот 14 июля, он такой знаковый день для нашей вообще страны. Мне кажется, это такой накануне финала чемпионата мира. Ну, мы не можем устроить футбольные состязания. А вот хотим объявить день большой игры и вспомнить, поиграть те игры, в которые мы играли, наверное, начиная с древности до сегодняшнего дня. То есть это будут и игры нашего двора. И мы вспомним и станем участниками игр, которые мы видим, например, каждую неделю на экране телевизора. Поэтому у нас будет и свое поле чудес, и свои какие-то интеллектуальные командные игры. И, как модно сейчас стало, такая игра перформанс путешествия во времени. Это 14 июля. Это дневная или вечерняя программа? Это дневная. Дневная. За трех мы ждем всех в конном дворе. Хорошо. Июль месяц для Сергея Посада. Он такой месяц, скажем так, праздничный. У Троицы Сергиевой Лавры престольный праздник, день летнего Сергия. Музей неразрывно связан с Лаврой, с ее историей. Вот к этим дням вы готовите что-то интересное? Тем более, как бы, вот уже с этого года, 17 и 18 июля, вот дни Сергия, они связаны и с праздником Московской области. Это день древнерусской культуры. Это новый праздник? Это новый праздник, который введен в этом году в Московской области. И, как бы, очень хорошо, что они, вот как бы, день памяти Сергия рассматривают более широко, или предлагают изучать его, говорить об этом дне более широко, как о древнерусской культуре, о развитии вообще древнерусского государства. Поэтому мы вот на 21 июля, приглашая в музей и поговорить о Сергии, вообще отдать дань памяти этому великому святому, поэтому будет программа в честь Сергия, в похвалу Сергия, но и представить себя такими древнерусскими писателями. Именно Троица Сергия в монастыре – это такой центр древнерусской культуры. Поэтому можно попробовать себя будет переписчиками книг, можно будет попробовать почитать страницы древнерусских книг и создать страницу жития Сергия в различных техниках, различные мастер-классы, но касаемо именно темы древнерусской культуры. Мне кажется, в залах музея при нашей коллекции это великолепное сочетание и времени, и возможности сегодняшнего творчества. Ну, раз вы уже сказали, что у нас в Московской области в этом году появились новые праздники, один из них 17-18 июля – это древнерусской культуры. Ещё один праздник – это день игрушки, он уже будет в августе. И Сергеев Посад тоже, да, мы говорим, столица русской игрушки. Потому что, скорее всего, этот день выбрали, это 24 августа, они выбрали это в связи и с именем такого, наверное, человека, которого нельзя отделить от темы игрушки, это Бартрама. И в этом году музей игрушки 100 лет. И поэтому вот стал такой праздник, день игрушки в игрушечном царстве. И мы предлагаем 25 августа прийти в музейный комплекс «Конный двор» и стать участником программы «История игрушки». Вот мы проследим всю историю игрушки, и это позволяет наши и залы, и наши экспозиции, и наши коллекции от игрушки древнего человека, до игрушки народной, игрушки глиняные, деревянные, различные игрушечные центры не только Сергеево-Посадского края, но и России, и попробовать стать мастерами. То есть не только мы смотрим, изучаем, но и будут мастер-классы. То есть это вот такое будет даже всероссийское путешествие в мир игрушки. Это мы ориентируемся уже в август месяц. Светлана, как для музея вообще с точки зрения именно выставочной деятельности? Это время такого затишья? Вы ждёте сезона? Или летом для тех, кто хочет посетить что-нибудь новое, посмотреть, будет открыта выставка? Мне кажется, в музее такого нет времени затишья, потому что 11 июля мы в выставочном зале открываем новую выставку. Оно, может быть, меняет направленность, и лето — это больше такое время творчества, время художников, и поэтому главный корпус приглашает на выставку новых трёх художников, которые будут выставляться здесь. Это наши авторы? Это наши авторы, и есть и те, которые московские авторы, это художники, которые будут из Москвы. Это в главном корпусе? И вот на эту выставку, она как раз называется «Диалоги», потому что разные техники, разные сюжеты. Мы хотим провести 28 июля, тоже в субботу, в 12 часов, такой, знаете, урок живописи в музее, или летнюю школу живописи, которая включает в себя и встречу с самим художником, создателем эти выставки, и разговор о живописи вообще, и в то же время мастер-класс, потому что будет уникальная возможность за час уйти домой с созданной работой. Не только увидеть творчество, но и попробовать потворить. Это что-то новое у вас для музея? Нет, мы как бы так стараемся, с детьми всегда соединяем. С детьми? А здесь вы предлагаете для взрослых? Да. Можно взрослой, можно всей семьёй, ты придёшь, и под руководством профессионального художника вы создадите картину. Интересно. Светлана, практически каждые выходные, начиная с ближайших, уже заняты специальными программами. Что интересного вы с вами упустили? Единственное, это уже ближе к концу августа. Это традиционно. В конце августа, накануне таких праздников летних, как Спасы, мы проводим необычную программу в Кривеческом парке. Тем более парк у нас меняется, парк становится всё лучше и лучше. И в этом году, 18 августа, мы приглашаем на программу «Летний день в музейном парке». Это, конечно, липы, мы надеемся, это тепло, это такая летняя уже августовская истома, чай, пироги. И мы попробуем продолжить и усовершенствовать то, что делали всегда. Это музейные сотрудники, мы или ставили домашние спектакли, а в этом году мы хотим почитать классику. Классику на тему лета. Как это обычно проходит? Это столики под липами, это самовар, варенье, чай, это гости, которые приходят на эту программу, сцена. И мы или ставили спектакли, которые исполняли сотрудники музея, а в этом году мы хотим попробовать, чтобы каждый научный сотрудник что-нибудь почитал из своего любимого. Ну, тему мы, конечно, как бы зададим, это лето, это какая-нибудь там тема любви, тема дачной жизни, тема семьи. Ну, каждый выберет свой отрывок и, знаете, почитаем в разной манере, в разных авторах, в разных тональностях. Но это будет такой вот, знаете, живой диалог с классикой. И это будет уже у нас в краеведческом отделе во Вражном переулке. Да, 18 августа. В 12 часов начинается вот такая летняя программа в парке. Ну, музей не даёт нам скучать, даже в выходные. Мы себе не даём скучать, потому что, если ты не скучаешь, то тогда ты, наверное, интересно живёшь. Это самое главное в летний отдых. Спасибо большое. Вот буквально мы пробежали по нескольким интересным событиям, которые ждут жителей Сергея Посада, да не только жителей гостей города, а в нашем историко-художественном музее-заповеднике. Два новых праздника. Это день игрушки, день древней русской культуры. Отметят спасы, будут задействованы площадки конного двора, главного корпуса, краеведческого отдела. Так что следите за программой летних выходных в музее и проводите время там. Всего доброго и до встречи. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Пирорус». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова